добрый день на библейский портал экзегет поступил вопрос если христос сам называл нас друзьями то почему мы монеты именуемся его рабами дело в том что то я не помню чтобы кто-то из апостолов подписывал свои послания друг божий или родственник божий или приятель божий все как-то больше понятие рабство как у апостола павла по посланию к римлянам по моему есть такая фраза что вы отверглись греха и стали рабами праведности вот свято место пусто не бывает человек не может быть ничьим раб как бы ничьим он обязательно будет чьим-то он обязательно будет на кого-то или на что-то работать вы вспомните в процессе общения часто вам люди говорят я не могу без этого жить один не может жить без алкоголя является рабом алкоголя один не может жить без табака является рабом табака один не может жить без интернета является рабом интернета но на самом деле жить человек может без всего вот кроме бога кто кому Тому работает тот, тому и раб. Если человек работает Богу, значит, он раб Божий. Раб – это однокоренное слово «работа». Это не в смысле ты в кандалах выполняешь свою волю. С этой связи вспомнил одну ситуацию, когда их было два брата. Два брата-близнеца, и один из них умер, и через год поехали на кладбище, опомянуть, на могилку, помолиться. Поехали, помолились, и возвращаясь обратно, они увидели, что дым идёт с района, где находится их дом. Приближаясь ближе к дому, они увидели, что дом горит. И человек, зная, что в этом доме лежит бабушка, лежит, ему говорили, куда ты лезешь, она уже 8 лет лежит, она же всё равно там задохнулась. Он зашёл в этот дом, он в этом доме погиб. Он зашёл в этот дом, спасая безнадёжно лежащую бабушку, и погиб через год после смерти своего брата. Когда мне мой друг рассказал эту ситуацию о своём отце, я сказал, что твой отец святой человек. Почему? Потому что он зашёл спасать бабушку, безнадёжную бабушку. Что им руководило? Что им руководило? Раб любви, он не может поступить по-другому. Человек, если любит, он работает любви. И любовь его заставила идти в горящий дом и пытаться спасти человека. Понимаете? Больше нет чести, чем отдать жизнь за други своя. Вот исполнив эту христианскую заповедь, человек доказал Богу, что он христианин. Это удивительная ситуация тогда произошла. И вот этот вопрос. Друзья или рабы? Вот этот человек был рабом Бога. Рабом Бога, раб любви. Раб греха, значит, не раб любви. Раб любви, значит, не раб греха. Поэтому, родные мои, в любом случае человек будет на кого-то работать. Если вам не нравится называться рабами Божьими, знайте, в любом случае в вашей жизни будет рабство. К сожалению большому, не раб Божий. Понимаете, кем он становится? Рабом греха. Выбирайте сами. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...